Свою будущую профессию, конечно, я где-то вдалеке, может, и представляла, но конкретного у меня взгляда на это не было, потому что сами краны я не видела, я видела только издалека, у меня папа работал на заводе, я к нему приходила, смотрела, что наверху что-то есть, что-то катается, вот такие вот только представления были, а так о самой профессии, о самих кранах я ничего не знала. Специально я сильно так не выбирала, опять же, кто-то сказал где-то, что если пойдешь на машиниста крана, то тебе могут дать права на машину, ну а раньше это машина, ничего себе, еще и права. Ну когда, конечно, я выбрала, пошла учиться, никаких прав мне не дали, но я отучилась. Три года училась, и слесарное дело проходило, проходили практику, обучение проходили. Ну и когда на практику пришла, у меня сразу впечатления были, как будто я выше всех, я ничего себе, я здесь такая самая крутая звезда наверху, управляю, эти механизмы управляют таким большим процессом. Я когда поступила на работу, это было после практики, я там проходила практику от училища, и туда же пошла работать, это же БЭИ-3, комбинаты железобетонных изделий номер 3. Ну я не то, что даже туда сама пошла, меня туда позвали после практики, мне еще 17 лет было, я не получила удостоверение, но меня уже туда позвало начальство, потому что я себя хорошо зарекомендовала, уже работала хорошо. Мне сказали, все, после того, как заканчиваешь училище, идешь к нам работать. Ну я и пошла работать, и так и осталась там, до самого декрета, 4 года работала. Я пришла на КЭС после алюминиевого, потому что у меня папа работал на алюминиевом заводе, и он меня позвал туда. Ну у меня вообще все в семье, у меня не то, что папа, у меня все в семье, мама, папа работали на алюминиевом заводе, там у меня работал муж, потом меня позвал папа к себе. Сначала он у меня не верил, потому что крановщик – это такая мужская работа, и серьезная, и прям точечная. Но потом, когда я туда пришла, он был рад, и когда потом муж меня позвал сюда на КЭС, я тоже сюда ушла, потому что здесь перспектива кранов, здесь другая технология, и здесь я уже работаю около 10 лет, и мне нравится, и краны не такие, как везде. Я вот была на алюминиевом, это же ЖБИ-3, там старые краны, мостовые, а здесь технологические, здесь объем, механизмы, прям делают свое дело. А в 90-х я пыталась сменить деятельность, но я была тогда с ребенком в декрете, на завод не пойдешь, а работать надо было, зарплату не везде платили, и как бы и так денег не было. И я пошла в киоск работать, была продавцом. Но с меня продавец никакой, потому что я добрая, я могу дать в долг, потом не поплатить, денег не взять, могу еще что-нибудь. Это не мое, я никогда один раз изменила свои профессии, и сказала, все, это была вынужденная мера. А так 27 лет я работаю крановщиком, хочу догнать отца, он 37 лет работал на производстве, а я хочу больше быть мастером своего дела и работать крановщиком. Не боюсь, потому что все равно роботы-роботы, они у нас сейчас по всему миру как бы забирают свое дело, и людей везде возмещают. Но человека все равно не заменит робот, потому что здесь действительно нужна точность, здесь нужна оперативность, и даже робот без чувств, а здесь нужны чувства. Это же ведь надо смотреть, ценить, какую где-то строгость, где-то ловкость, это все надо делать человеку. Поэтому я не боюсь. Я, наоборот, люблю трудности. Я даже беру работу там, где трудно. И даже девчонки смеются, говорят, где Маша? Она там, где трудно, потому что мне даже интереснее работать. Я люблю большие груза, я люблю опасную работу, в которой там нужно внимание и сосредоточенность, где первый раз берут какой-то груз, и там надо вот именно… Все зависит от меня, что вся работа зависит от меня. Я люблю показать свою ловкость, что я это смогу, и чем сложнее работа, тем мне интереснее. В основном работаю в литейном отделении. Там у нас ковши, которые заполнены этим металлом, и мы их выливаем в миксера. Берем с машины, везем в миксера, выливаем, а уже с миксеров этот металл дальше переходит на конвейера, которые делают чушки алюминиевые. Вот в этом. А если я работаю на хаммере, кран такой интересный, Red Hammer называется, там мы как раз вот делаем те же самые аноды, поставляем сюда, в корпус, чтобы уже с них делали алюминию. Эти краны технологические, они одни в Казахстане, здесь больше нет таких, в городе даже возьмем, нет таких кранов. И мы приходим, все машинисты крана, это мостового, козлового, мы даже не видели этих кранов. И прежде чем к ним пойти и учиться, обязательно надо понять кран, почувствовать, найти весь этот процесс, технологию понять, выучить. Потому что все зависит от технологии. Если мы что-то неправильно сделаем, то технология пойдет неправильно, будет брак. Мы проходили обучение, чтобы работать на технологических кранах, потому что это не каждый там сможет, и не каждый это видел. Были специальные курсы, именно вот на технологических кранах они показывали, куда нажимать, как работать, как производить, как принимать, как обслуживать кран, потому что и мы обслуживаем кран вместе со слесарями и электриками. какие ошибки надо там найти, как включить кран тот же самый, потому что там очень много своих нюансов. Здесь наставник был, а мы сейчас с ней так и работаем в своей смене. Наставник — это Надежда Кригер. Она была мой самый первый наставник, а потом была наставница, у нее я. У нас так получилось, потому что она меня обучала сначала здесь работать на мостовых кранах, а потом, когда я перешла на технологические краны, я уже обучала ее на технологическом кране, потому что я первая туда пошла обучаться. Очень много девчонок, которых я обучила, и я рада, что они у меня были стажерами, потому что хорошие сейчас они крановщики, работают, молодцы. Я доверяю своим ученикам, потому что все-таки обучала их я, и обучала не просто так, а показывала, рассказывала, как учили меня. Ответственно работает тоже аккуратно, ответственно. Всем нравится с ней работать, как говорят, может на любом кране работать, как говорят, на какой не бросить ее объект, она работает на всех объектах практически без проблем. Мы берем ответственность за себя, за механизмы, которые мы работаем, потому что они должны быть отлажены, мы должны это все ремонтировать, смотреть. Если механизмы не отлажены, это значит, мы отвечаем и за жизни снизу людей. Мы же наверху работаем, а снизу ходят люди, оборудование. И как бы это нельзя тоже, чтобы мы навредили этому всему. Мое детство было больше похоже на мальчика, потому что мы лазили по крышам, прыгали даже с крыш, с беседок, снег, листву собирали, туда прыгали, бегали в футбол, на мотоциклах гоняли. У меня даже подруг нету, потому что как бы детство у меня прошло все время с мальчиками. Кукол у меня вообще никогда не было, я даже не умею ни рассчитывать, ни заплетать. У меня две девчонки, и я их, ну, в детстве, может, собирала косички, хвостики, а сейчас все, и нет у меня такого ни кукол, ничего, в основном машинки. Девочки пошли, старшая работает здесь, на заводе. Она у нас контролер АТК, как бы не совсем такая рабочая профессия. А малая, она сейчас учится в колледже экономическом, будет бухгалтером. Ну, посмотрим, куда пойдет, как будет проходить практику. Потому что у нас всегда все разговоры о предприятии, о кранах, все рассказывают все о всем, и они уже знают, что это за профессия. То есть дома постоянно разговоры о работе, постоянно, то есть за столом, за ужином, вот у нас всегда так. И как-то было интересно, то есть я уже заочно знала, что там на работе. То есть я когда пришла на завод, я такое ощущение, как будто вот знаю, вот, ну, как уже давно. Дома, да, как-то постоянно общаемся, за ужином, там, в процессе как-то все равно какие-то вопросы обсуждаются. Мы даже с ним спорим, разговариваем. Я ему говорю, что не так ремонтируется, он говорит, надо вот так ремонтироваться. Все механизмы, изделия, какие-то там запчасти обсуждаем, обсуждаем работу. И у нас все время процесс вот о работе, о работе, о работе. Ну, разногласия какие-то. Нас свое требуют, как с нас, ремонтников. Мы с них требуем, как с работников, которые работают на оборудовании. Поэтому, может быть, даже поэтому старшая дочь сюда и пошла, что ей стало интересно с наших разговоров за столом. Я смотрела на нее и понимала, что она маленький человечек, но управляет большими кранами, большими, заводом. И мне это было интересно с самого детства. И маме говорю, мам, я буду вот как ты, чтобы прямо одна такая малюсенькая, большим производством. Хотя сама я по натуре смешливая, веселая. Мне бы где-нибудь побегать, поплавать, поиграть, поучаствовать. Ну, вот как-то взяла на себя такую миссию жесткую. Она всегда требует от нас. То есть она требует не в строгости, но она почему-то как-то своим подходом, зная меня, зная мою сестренку, младшую папу, она как-то своим подходом, каждый подходит и заставляет что-то делать. Ну, то есть так вот. И как будто, получается, не она попросила, а как будто мы сами хотим это сделать. Вот так вот. Жена, конечно, хорошая. Воспитали вместе двое детей. Живем уже вот 24 года будет, как вместе 16 октября. Юбилей у нас небольшой будет. Ну, а так, в общем-то, все нормально, всем дружно живем. Как работаем вместе, трудимся вместе, на природу вместе, на рыбалку, на охоту, там, везде вместе, как говорится. Увлечений как бы много. Ну, в основном природа, рыбалка, зимой катание на санках. Больше увлечений у меня, вот я люблю животных. У меня собака дома, кошка, собака большая. Я вообще люблю все большое. Почему вот еще пошла на профессию на крыльчика, я люблю все большое. Помогает не только по дому, она и бездомным, и собакам, все. Вот кто не может без ее помощи, она всем обязательно поможет. И увлечений, может, даже много, нету определенного. Я плаваю, я бегаю, я участвую там в КВНах, я пою, я танцую. И вот все время в движении, в движении. Ну, это если позволяет, конечно, дом и работа, потому что я живу в частном доме, там есть своих очень много работ. Во-первых, природа, кислород, надо отдыхать, надо выезжать, надо... Тем более у нас сейчас в Казахстане идет здоровый образ жизни, все спорт, занимаемся, смотрим за своим здоровьем. Ну, я приучаю своих девчонок и как бы увлекаюсь тоже в это все. И поэтому мы ее любим, сильно любим. А до 16, у меня с 8 лет, они ездят в лагерь, ездили. Мы с мужем выезжали, в Байнаул ездили отдыхать. Это все от завода. У меня зарплата идет ежемесячная. Я это уже знаю, что я ее получу. У меня медицинское обслуживание здесь бесплатное. Я могу в любой момент заболела пойти к своим врачам, с ними посоветоваться, консультацию получить, все. Не надо стоять в очередях в городе. Пенсионный также у меня отчисляется. Я знаю, что я пойду на пенсию, и у меня будут деньги. Конечно, есть и социальная уверенность, и в будущем уверенность. Пока я здесь работаю, я надеюсь, буду дальше работать, будет у меня будущее. Спасибо. 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 Спасибо.